МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долгожданные объекты работы на участках реконструкции Московского шоссе в стадии готовности 80-85%. Завершается заливка бетона. Скоро строители приступят к укладке асфальта и отделке. Какие ограничения ждут автомобилистов летом и когда движение откроют полностью в нашем сюжете. Готовность 80%. Бетонные работы на двухуровневой развязке на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе близки к завершению. Ведется сооружение насосной станции для отведения из тоннеля с глубины 11 метров выпавших осадков. Предусмотрены два постоянных насоса и один резервный. Строители уверяют, станция справится с любым ливнем. Недавно у объекта был своеобразный день рождения. В марте прошлого года началась заливка бетона. В целом по объекту уложено порядка 36 тысяч кубов за год. Также уложено в дело порядка 5,5 тысяч тонн арматуры. Бетонные работы основного конструктива, то есть это стены, фундаменты будут окончены в мае месяце. Далее последуют работы по отделке, укладке дополнительной изоляции и асфальта. Установка памятника штурмовику Ил-2. Сверху проложат также пешеходные и велодорожки. Движение транспорта через тоннель по временной схеме планируют открыть в сентябре этого года. Другой участок реконструкции Московского шоссе на пересечении с Ракитовским планируется открыть к концу лета. Сейчас его готовность 85%. Но до этого придется потерпеть очередное ограничение движения сразу на трех участках магистрали. Вот этот участок, он получается от Ташкентской до Интермебели, ну где мы вот новый асфальт закончили. Дальше следующий участок, мы стартуем от окончания рампового участка на Раките и движемся в сторону торгового центра метро, но там ограничения будут соединены минимумом. Следующий участок это у нас от Северного проезда и до улицы 4-й квартала. На последнем участке останется по две полосы движения в обе стороны. Регион перейдет на современные технологии сбора, сортировки и утилизации отходов. Задача поставлена всем субъектам России. Соответствующая работа уже ведется и в Самарской области. Эта тема стала одной из центральных на коордиционном совещании по обеспечению правопорядка в регионе. Подробности в нашем сюжете. Одна из основных проблем в сфере уборки мусора это несанкционированные свалки. Только за прошлый год в этой сфере было зафиксировано около полутора тысяч нарушений. Николай Меркушкин велел разобраться в вопросе. Система сбора должна стать цивилизованной. Глава региона напомнил, что еще в первом своем послании поднимал данную тему. Тогда были названы конкретные компании с мировыми именами, которые готовы работать в регионе. Губернатор потребовал письменных объяснений и поставил задачу в течение трех-четырех недель представить конкретный план действий. Когда организована вся эта система, денег муниципальных не надо. Потому что они из этого мусора получают продукт, ее реализуют, вручают суммы, которые практически окупают все затраты, связанные и с сортировкой, и со сбором. Не менее жесткий разговор состоялся о предотвращении и пресечении нарушений прав граждан, пользующихся услугами управляющей компании. Ситуация в этой сфере, подчеркнул губернатор, продолжает оставаться одним из факторов социальной напряженности. Губернатор раскритиковал работу региональной госжилинспекции. Она недостаточно активно работает по наведению порядка в сфере ЖКХ. Только в прошлом году организация получила более 36 тысяч обращений граждан. Жалобы касались, например, сверхнормативных начислений за услуги, фальсификации подписей, протоколах общих собраний, содержания общего имущества, некачественного ремонта. 36 тысяч не получили. Откуда не появляется 36 тысяч? Это же огромная масса людей, которые не удовлетворены тем, что сделаны по государственной программе, федеральной, подростной, муниципальной, где были люди, которые должны были с самого начала и до конца отслеживать это. Николай Меркушкин также подчеркнул, что большая роль в наведении порядка в ЖКХ принадлежит общественности, в частности, Советам микрорайонов. Губернатор отметил, что только в тесном контакте власти и общества можно добиться хорошего результата по многим направлениям. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Более 40 миллионов рублей. Такова общая задолженность работодателей Самарской области перед своими сотрудниками. При этом, судя по всему, злостных неплательщиков стало больше. По итогам прошлого года наблюдался рост числа заявлений, требующих процессуальных проверок. Возбуждено 24 уголовных дела. В производстве следственных подразделений находилось 278 проверочных материалов. Есть и положительная статистика на сумму более чем 400 миллионов рублей погашенного задолженность по зарплате в результате прокурорского вмешательства в прошлом году. Конечно, это умышленные невыплаты заработной платы из корыстной, либо иной личной заинтересованности. Иногда это бывает, когда руководитель не выплачивает заработную плату, приобретает себе дорогостоящие имущества. Тем самым работники остаются без заработной платы. Выкуп в 14 миллионов рублей двое жителей Самары требовали за директора одной из фирм. На 52-летнего мужчину злоумышленники напали у одного из кафе на улице Партизанской и 12 дней удерживали в частном доме в Красноярском районе. Выяснить местонахождение и задержать преступников в ходе совместной работы удалось оперативникам уголовного розыска областного главка МВД и сотрудникам регионального управления ФСБ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. Жизни и здоровья потерпевшим ничего не угрожает. Чистые номера, чистая совесть. 34 водителя с начала этого года в Самаре скрылись с места ДТП. Большую часть виновников аварии задержали, но не всех. Иногда инспекторы даже не знают, кого искать. Причина отсутствия информации о том, что госномера на машине должны быть чистыми, в очередной раз напомнили водителям. По такой погоде, потому что работающая такая выездная, часто в области, по городу, поэтому и не уследишь. Дождя нет, а вот сырости и грязи на дорогах сколько угодно. Обычная для весенней Самары ситуация. Вот и приходится инспекторам ДПС патрулировать улицы с ведерками и щетками в руках. Водителю хоть и шутят каждый по-своему, но все же понимают, чистые номера не прихоть полицейских, а закон, прописанный в правилах дорожного движения. Я считаю, что это правильно. Водители, конечно, должны ездить с чистыми номерами. Конечно, надо соблюдать правила дорожного движения. Это абсолютно правильно, что остановили, дали воду. Белая легковушка, черный внедорожник. В Самаре таких машин тысячи. И одна, как две капли воды, может походить на другую. Единственное, что их отвечает, госномера. Именно по ним зачастую инспекторы разыскивают виновников аварий, которые скрываются с места ДТП. Свидетели, очевидцы ДТП не могут точно указать государственный регистрационный знак лишь только марку «автомашина». Поэтому доставляют большие проблемы в расследовании ДТП. А вот кому-то мыть номера своей же машины – недосуг. На просьбу полицейских реагируют неоднозначно. То ли руки не хотят пачкать, то ли в случае чего хотят остаться незамеченными. В любом случае за грязные, нечитаемые номера штраф 500 рублей. С начала года к ответственности за это привлекли более полутора тысяч автолюбителей. Но сегодня водители отделались предупреждением. Да еще и получили небольшие презенты – памятку с правилами дорожного движения и чистые номера. Илья Югоров, Павел Баймаков и Дмитрий Лутин, СТВ. Вопросы и предложения от жителей. Глава Самары Олег Фурсов провел очередной прием граждан. В ходе встречи поднимались разные вопросы. От создания условий для людей с ограниченными возможностями здоровья до безопасности на дорогах. Подробности в нашем материале. На встрече с жителями глава города рассмотрел ряд важных вопросов. Напомним, это уже третья встреча за последние четыре месяца. По предыдущим обращениям граждан уже принят ряд решений. В этот раз была поднята актуальная тема создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. В том числе и для слабовидящих и слепых в общественном транспорте. Мысль в том, что подъезжает автобус к остановке и через внешний динамик говорит, например, автобус такого-то маршрута. Глава города предложил решать этот вопрос системно. Направить предложение в областное правительство. Во ближайшей перспективе решить и на городском уровне. Установка звукового оборудования будет внесена в конкурсную документацию для транспортных компаний. По муниципальному транспорту, исходя из возможностей текущих, да, экономических, давайте попробуем в проекте бюджета 2018 года включить установку таких сигналов на маршрутах, где наиболее часто ездят люди с ограниченными возможностями. Жительница Самары Кристина Емец обратилась в просьбу установить светофор на перекрестке улиц Красноармейская и Ленинская. Рядом располагается сквер, в котором гуляет большое количество местных жителей, в том числе и детей. А путь к нему лежит по нерегулируемому пешеходному переходу. Последнее время на этом участке участились случаи наезда автомобилей на пешеходов. Тем более центр города, постоянно движение такое, ну, довольно-таки живое. И, кроме того, школа рядом находится 12-я. Глава города дал указание профильным департаментам совместно с полицией провести установку светофора. Этот и другие вопросы поставлены на контроль. В преддверии Дня работника культуры поздравления с профессиональным праздником принимают артисты, художники, сотрудники музеев и все те, кто посвятил свою жизнь служению искусству. В регионе сферы культуры работает более 8 тысяч человек. Истории представителей творческой профессии в нашем материале. Галина Евдокимова более 40 лет работает в сфере культуры. Директор сельской музыкальной школы успевает все. И решать административные вопросы, и проводить занятия с детским ансамблем народных инструментов. Творчество в радость признается педагог. За верность профессии ей присвоено звание заслуженного работника культуры Самарской области. Это целая жизнь. И вот сейчас, будучи даже на праздничных днях дома, это невозможно сидеть. Необходимо просто идти на работу. Там и легко, и хорошо отдыхаешь, и здоровье прибавляется. Дети чудесные. Сегодня в регионе работает более 8 тысяч работников культуры. Их труд сложно переоценить. Самарская область славится десятками творческих проектов. Такие как Грушинский фестиваль, конкурс молодых музыкантов имени Кабалевского, фестиваль набережных Волга-фест. От имени главы региона с профессиональным праздником работников культуры поздравил вице-губернатор. Ваша работа очень важна для общества. Она способствует общению людей, обращению людей к нашим культурным корням, к истокам патриотизма, моральной нравственности, продвижению Самарской области, как одного из крупнейших культурных центров России. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, региональное правительство продолжает добавлять значительные средства на развитие культуры. Это дает возможность претворить в жизни социально значимые проекты. В этом году Самарский театр оперы и балета, драм-театр, а также Новокубышевский театр «Грань» приняли участие в престижном фестивале «Золотая маска». Виктор Алексеева, Николай Сидоров, СТВ. Пятница. Самое время не только отметить конец рабочей недели, но и построить планы на выходные. Отдохнуть и набраться положительных эмоций поможет разнообразная культурная программа, полные события, о каких мы узнаем, Вячеслава Душина. Как гласит древняя пословица, скучный отдых утомляет больше, чем работа. Но скучать и не придется, ведь вокруг столько интересного. Как провести время приятно и полезно, мы поговорим в нашей рубрике «Обо всем по порядку». 25 марта на Самарский ЖД-вокзал прибудет уникальный поезд-выставка и задержится на весь уикенд. В составе 11 специальных вагонов они расскажут о современных технологиях, которые применяются на железных дорогах страны. В музее Алабина все выходные международная выставка «Формула рукоделия» с мастер-классами. 100 участников из 19 городов России и из-за рубежа представят свои новинки хендмейда. А в одном из выставочных залов музея тем временем проходит выставка современного искусства «Где меня нет». Героя картин не видно, но именно его глазами зритель посмотрит на мир. Для тех, кто неравнодушен к животным, в торговом центре на Южном шоссе 26 марта пройдет выставка кошек от приюта «Надежда». Побродив по выставкам, неплохо бы расположиться в мягком кресле кинозала. В эти выходные фантастический боевик «Могучие рейнджеры». Пять подростков становятся обладателями боевых костюмов с суперспособностями. Но не за просто так. Им еще предстоит защитить человечество от инопланетян. Еще одна новинка для всей семьи – мультик «Босс Молокосос». Есть множество советов по воспитанию детей. Но вот что делать, если ребенок родился с задатками начальника и видит вокруг себя только подчиненных, ленивых и бездарных? Ждут своих зрителей и самарские театры. На сцене драмы в субботу «Дон Джуан». Для него нет ничего святого. Циничный и вероломный. Он беззаботно порхает по жизни, изящно избегая любые конфликты. В воскресенье зрителя порадует музыкальная феерия «Алые паруса». В оперном театре в субботу балет «Боедерка». Его сюжет основан на мотивах древнеиндийского эпоса «Восточная сказка о любви, верности и коварстве». В воскресенье опера «Аида», которая с головокружительным успехом обошла все самые крупные сцены мира. В Самарте и в субботу, и в воскресенье очень простая история. В ней рассуждают о жизни, думают о смерти. Люди и животные все вместе, и мир перестает делиться на свои и чужие беды. В филармонии в субботу симфонический оркестр и гости из Италии. Дирижер Фабио Мастранжелло, солист Джузеппо Альбаньезе, фортепиано. В воскресенье красочные музыкальные сказки с песочной анимацией. На этом у меня все. Удачных вам выходных. Не скучайте. Баскетбольный клуб Самары готовится к старту матчей плей-офф Российской Суперлиги. Первые игры для наших парней пройдут на домашнем паркете оппонент Владивостокский Спартак. Стартовый дуэль пройдет в областном центре уже в это воскресенье. А пока волжане готовятся в особом режиме к играм на вылет. Ведь приморцы для них принципиальный соперник. Почему ответ на этот вопрос в следующем сюжете. Самара жаждет мести вернуть должок Спартаку. Это уже вопрос чести. Приморцы выбивали наших парней из розыгрыша плей-офф. Тогда подопечные Сергея Зазулина так и не смогли побороться за медали. Теперь планы совершенно другие. Пьедестал. Главная цель волжан по итогам этого сезона – готовиться к предстоящим поединкам наши парни с полной самоотдачей. К играм мы сейчас откорректируем правильную подготовку тренировочного процесса и подготовимся. Медали чемпионата – вполне посильная задача для Самары. У нас создан весьма боевой и слаженный коллектив. Да и по ходу гладкого чемпионата волжане всегда были в числе лидеров. Однако игры плей-офф – это совсем другой расклад. Тут уже борьба не только мастерства, но и характера с опытом. Самое главное в играх плей-оффа – это прежде всего внутренняя дисциплина. Это обязательно. Потому что уже каждая команда друг друга знает не только по этому чемпионату. Мы уже изучили, кто из команды больше внутренне будет дисциплинирован, тот в этой. Потому что примерно силы семи команд примерно одинаковые. Четвертьфинальная серия продлится до трех побед одной из команд. Так что цена ошибки здесь очень высока. Александр Семенов, СТВ. А у нас же все. На этом далее еще один сюжет. Программа «Абзацы» и прогноз погоды. В завершении выпуска напомним адрес сайта георгий Лиманский, вгс-лиманский.ру. Читайте наши новости в социальных сетях, в группах СКАТ СТВ Самара. Заходите на сайт телекомпании. Мы же с вами прощаемся. До встречи. Камчатская рыба, белорусский лен, восточные сладости. В экспо «Волга» открылась выставка продажи региона России. Здесь огромный выбор товаров. От грибов из таежных лесов до эксклюзивных вещей ручной работы. Качество у нас отменное, потому что мы используем только дорогие, хорошие материалы. Это 3D-принтер печатает картинки с эффектом гобелена. В отделке натуральная кожа. И на сумках у нас используются репродукции картин известных авторов. Здесь же товар из натурального льна и хлопка. Авторские пальто ручной работы из кургана от фабрики «Каприз». Широкий выбор уникальной продукции от производителей. Одежда, парфюмерия и товары для здоровья. На радость сладкоежек более 20 видов халвы. Мармелады и рахат лукума. У нас есть наивкуснейшие мармелады, натуральные на натуральных соках, которые делаются на агаре, на пектине, на желатине. Также у нас есть на виночке, это сгущиваются соки с агар-агаром и заворачиваются в рулетик. Приобрести товары для души и для дома, а также полностью обновить гардероб можно до 26 марта с 10 утра до 7 вечера.